Здравствуйте, это новостная студия Саратов-24. Всю эту неделю мы будем продолжать знакомить вас с событиями в регионе, но обычный формат нам пришлось изменить из-за рекомендации оставаться дома. На работу у нас выходит только дежурная группа, остальные корреспонденты находятся на самоизоляции. Мы вводим в оборот хэштег «Дома С-24». Присылайте фото и видео, как вы проводите время в своих квартирах, домах. Самое интересное обязательно покажем в эфире. А пока о главных событиях. Саратовцы пытаются лечиться от коронавируса парацетамолом и имбирем. Медикам пожаловали, что препарат исчез из аптека, а стоимость растения поднялась в несколько раз. Транспортный налог останется в городе. Денег-то у нас никогда не хватало на эти мероприятия. Пугачев может получить рекордную сумму на асфальтирование дорог. Сидим дома с умом. Посетить театр, не выходя из квартиры, на самоизоляции такое возможно. Какая температура на дворе ждет нас во вторник, 31 марта? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. По-прежнему главной темой остается борьба с коронавирусом. Из саратовских аптек стал исчезать парацетамол. Найти препараты в Саратове и Энгельсе теперь сложно. Об этом рассказали в областном Минздраве. Медики заявили, что в исчезновении парацетамола виноваты паникеры. Да и в его целебных свойствах против вируса они усомнились. Роман Базан знает, о чем еще говорили на брифинге. Да, Паш, на сегодня официально в стране полторы тысячи заразившихся и четверо из них саратовцы. Все они находятся в больницах и, по словам чиновников, у всех пациентов легкая форма. Аппараты искусственной вентиляции легких не потребовались. В борьбе с инфекцией привлекли и студентов Саратского медвуза. Врачам помогает порядка ста будущих выпускников. У нас уже 20 анестезиологов, реаниматологов, ординаторов работают на одной из наших лечебных баз, где оказывают, ну, им нельзя еще пока оказывать полноценную медицинскую помощь пациентам, поэтому они, по сути дела, ну, находятся так вот на такой очень серьезной подмоге, да, врачам, анестезиологам, реаниматологам, которые оказывают помощь пациентам. Кстати, в столице уже начали действовать жесткие ограничения нахождения на улице. Их ввели после того, как некоторые москвичи проигнорировали просьбу нерабочую неделю провести дома. Как обстоят дела в столице, сейчас расскажет журналист Евгений Пресс. На самом деле уже можно смело говорить, да, что москвичи очень серьезно отнеслись к ограничениям. Вот, как видите, за моей спиной такая крупная довольно-таки автобусная станция и станция метро, и людей нет. Горожане стараются как можно меньше выходить на улицу сейчас. Это либо в магазин за хлебом, либо, ну, как я, надо ехать на работу. Что же касается людей, которые вынужденно вышли на улицу, то все они ведут себя спокойно, без паники. Да, и была информация о том, что город будет патрулироваться нарядной полицией, пока ни одного не видел, никто ко мне не подходил, не спрашивал, куда я иду и откуда иду, и не хочу ли я вернуться домой. Напомню, абсолютно спокойная обстановка, такой пустынный город. Ну, подобную картину, наверное, можно увидеть 1 января, в первую половину дня. Ну, и успокою родителей, чьи дети работают или учатся в Москве. Продуктов в магазинах хватает. Если был какой-то дефицит, то его сети быстро устранили. Кроме того, за продуктами даже не надо ходить в магазин. Их при необходимости привезут на дом. Да, Рома, о подобных мерах говорили сегодня и саратовские чиновники. В этом есть необходимость, ситуацию упрощать нельзя. Уже в 65 регионах зафиксирована заболеваемость коронавирусом. Нам всем нужно проявить особую ответственность. Именно об этом просит и губернатор Валерий Радаев. Его цитата. Мы должны разорвать цепочку заболеваемости. Это задача номер один. А вот готовы ли саратовцы к таким мерам, этот вопрос мы задавали сегодня на улицах города. Здоровье дороже, чем погулять, сходить. Детей я не пускаю. У меня две дочери, я их пока гулять не пускаю. Потому что неизвестно, кто тут рядом ходит. Мало ли уже это болеет. Мы сказали, сидите дома. Надо находиться дома. Уже крайне мера. Мне, допустим, надо ехать. Хочешь, не хочешь. Потому что зарабатывать надо. Ну, то, что ходить просто так нежелательно, конечно. Без масок много людей смотрю. Вот так по городу тоже ходят. Как бы в магазинах, в общественных местах. По-моему, все пересели на машины. Я так думаю. И используют для себя, для личного своего удовольствия. Используют эти дни. А я считаю, что в режиме надо сидеть. Вы понимаете, кто-то паникует. Кто-то в это не верит. Кто-то надеется, что у нас это не коснется. Потому что это как бы далеко от нас. Да у нас вся страна сможет выдержать. Фашистов победили. И всех победим. Всякие вирусы, бактерии. Нужно надеяться на лучшее. Нас Господь Бог создал. И если мы будем жить правильно, у Бога нет больных. Есть наказанные. Понимаешь? Отправились по домам. В Энгельсе активисты Народного фронта ходили по адресам. Возили малообеспеченным семьям продукты и бытовую химию. Роман Базан сегодня также работал и с волонтерами. Ром, что было в коробках? Крупы, молочные продукты, яйца, средства гигиены различные. Они сейчас особенно необходимы. Во время самоизоляции школы и детские сады не работают. Поэтому дети сидят дома. Да и кормили многих в столовых. А теперь завтраки и обеды готовят сами родители. Чтобы горожане лишний раз не выходили на улицу, активисты и закупили им продукты. Как вот в условиях, скажем так, изоляции с девятью детьми дома? Просто вот это тяжело. Это дурдом просто. На самом деле дурдом. Так они хоть на улицу гуляют? Так хоть на улицу гуляют, школа. А сейчас ни школа, ни на улицу. Все дома. Тяжело, конечно. Очень. Ром, у меня вопрос. За чей счет приобретали продукты? Помогли сами жители области. Активисты бросили кличи. Всего сзади им удалось собрать 70 тысяч рублей. Помогли местные бизнесмены и простые горожане. Скидывали по 10 тысяч и по 20 тысяч рублей. Сегодня активисты вручили коробки с продуктами. Только энгельским семьям будет еще несколько городов, в том числе и Саратов. Собрали денежные средства. И на эти денежные средства было закуплено большое количество продуктов. Сегодня мы начали с города Энгельса. Будем эту акцию продолжать и в других городах. Поэтому постараемся охватить наиболее проблемные многодетные семьи, где действительно это необходимо. С учетом коронавируса, что дети не посещают школы, где они получали дополнительное питание. Это, я думаю, наиболее актуально сейчас. Кстати, все товары, которые сегодня привезли, для каждой семьи действительно самые необходимые. Активисты предварительно обзвонили горожан, те им и подсказали, какие посылки им сейчас особенно необходимы. Аннулировали туристические компании, полностью отменили все проданные ранние путевки. Об этом рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская. По ее словам, в связи с пандемией сейчас закрыт весь мир. Такого в истории туристического бизнеса еще не было. Туроператоры, агенты обзванили клиентов и сообщали об отменах. Ну и, естественно, возникает вопрос, можно ли получить потраченные деньги обратно. Ром, ты как раз изучил эту тему, и тебе слово. Да, Паш, туризм пострадал одним из первых. Виктория Бородянская ответила на вопрос саратовцев в режиме онлайн. Она рассказала, что у туристов есть возможность изменить даты тура или получить депозит. То есть бронь на более поздний период, но пока по той же цене, что и брали путевку. Так называемый депозит будет действовать до 31 декабря 2021 года. Хорошо, если человек хочет вернуть за путевку деньги. В этом случае придется судиться, и многие саратовцы устраивают скандалы в турагентствах. Но зря, и вот как объясняет этот вопрос председатель комитета по туризму. Подавая в суд для того, чтобы вернуть свои средства за нереализованный туристический продукт, вы обращаетесь, апеллируете через суд к туроператору. То есть, приходя к агентству в Саратове, вы должны понять, что агент перед вами финансово не отчитывается, агент перед вами финансово не несет никаких выплат. По словам специалистов, несмотря на то, что ограничения введены до апреля, туроператоры и турагентства не продают путевки на май. Пока эту работу приостановили, а если кто-то и предложит тур, то саратовцам советуют не рисковать и отказываться от таких предложений. Рома, спасибо. Тему внутреннего туризма мы тоже не оставим. Обязательно поговорим об этом на наших следующих программах. На дороге Пугачева направят в пять раз большую сумму. В райцентрах активно обсуждают вопрос возврата транспортного налога на территории, где он собирается. Средства по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина будут направляться на ремонт дорог. Например, в Пугачеве поступит порядка 50 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году в городе на это было чуть больше 10. Станислав Жижин узнал, как ими планируют распорядиться. Не едут, а крадутся. Такими дороги в Марксе местные жители не видели давно. Основные магистрали райцентра, как после бомбежки, старые заплатки с мыло талой водой. Аналогичная ситуация не только в Марксе, в Ольске, в Шов, Балакова. В Пугачеве хороших дорог почти не осталось. По словам руководства района, более 80% всех дорог разбиты. Специалисты отмечают, всему виной недостаточное финансирование. Чинить дороги не на что. Отчасти это и зима, из ряда вон выходящая. Вроде и не снежная, но с перехода с минуса на плюс постоянно. Поэтому асфальт у нас вскрылся. Ну и мы, конечно, знаем, что денег-то у нас никогда не хватало на эти мероприятия. По словам руководства района, недостаточное финансирование привело к тому, что вместо капитального ремонта приходилось латать ямы. В ближайшее время, отметил депутат Госдумы Николай Панков, ситуация должна измениться. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оставлять в муниципалитетах собранный транспортный налог. Это же налог, который заплатили ваши автомобилисты Пугачевского района. И он должен быть на территории. И вот здесь присутствует депутат с областной думы. Они поддерживают это решение. Я так понимаю, фракции будут выступать. И на следующую, наверное, думу внесут, что транспортный налог отдать на территорию. Изменения позволят пополнить дорожный фонд района и направить порядка 50 миллионов на ремонт. Раньше на дороге в Пугачеве тратили в 4 раза меньше. Главное, отметил Николай Панков, чтобы средства были потрачены эффективно. Для этого районы должны заранее подготовить список самых разбитых трасс и проектно-сметную документацию. И когда поступят средства, сразу приступить к работе. Поэтому и Вячеславович поставил задачу. Говорит, пускай районы дадут программу, как они видят решение этого вопроса. Или мы просто, закрыв глаза лопатой, начнем бросать асфальт, где попадя и не попадя, и не получим какого-то прорывного решения. Все проекты Вячеслава Володина реализуются с учетом мнения жителей. Так будет и в этот раз. Довести мнение людей до власти задачу местных депутатов от «Единой России», подчеркнул Николай Панков. Горожане сами выберут первостепенные участки для ремонта и будут участвовать в общественном контроле. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратова, 24. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. Во вторник, 31 марта, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове облачно с прояснениями и небольшие осадки. Ветер с северо-западной 3-7 метров в секунду. Днем до плюс 15, а ночью до минус 2. А в фирменных салонах «Мелодия сна» весь март скидки 20% на новые поступления товара. Подарите себе и близким неповторимое ощущение комфортного и легкого сна. Только в марте в фирменных салонах «Фабрики» скидка 20% на новинки матрасов и кроватей. «Мелодия сна». Яркие эмоции. Здоровый сон. Улица Блинова, 35. В Саратове и Ингельсе ветреный, также возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 8, а ночью до минус 1. Атмосферное давление около 752 миллиметров ртутного столба. Партнер прогноза погоды «Семечки джин». Знаем, любим и едим. Кто-то на праздник принес семечки. Праздновать так и не начали. Семечки джин. Знаем, любим и едим. По приметам. Мать-мачеха цветет. Это к теплой погоде. А спонсор прогноза погоды – завод по производству современного строительного материала ДСК «ГРАЗ». Газобетонные блоки – это прочно, тепло и экономно. Телефон в Саратове 39 39 40. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Стеновые блоки «ГРАЗ». Эксклюзивный блок для вас. Экономия тепла. Рада будет вся семья. Прочность блока высока. Стройте с нами на века. Радуем новинкой вас. Покупайте только «ГРАЗ». 39 39 40. Это новостная студия «Саратов-24». Напоминаю, что всю эту неделю мы будем продолжать знакомить вас с событиями в регионе. В студии со мной работает дежурный репортер, а остальные находятся на самоизоляции дома. Но тоже помогают нам работать. Хэштег «Дома С-24». Присылайте фото и видео, как вы проводите время в своих квартирах и домах. Самое интересное обязательно покажем в эфире. Расскажем и о том, что происходит в стране. Россия временно закрыла границу. Ограничения касаются всех пунктов пропуска – автомобильных, железнодорожных, пешеходных. В том числе и на российско-белорусской границе, сообщает информационное агентство ТАСС. Но, насколько мне известно, есть и исключения. Да, Паш, исключения сделают для дипломатов, бригад поездов и дальнобойщиков. Также пропустят тех, кто едет на похороны близких. На такие меры российские власти пошли, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. В то же время в стране отменили все несрочные операции. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с пандемией. Об этом сообщает РИА Новости. Среди тех, кому придется изменить планы, окажутся и желающие сделать пластическую операцию, россиян просят с пониманием отнестись к такому решению. И новость, которая не связана с коронавирусом, но тоже не позитивная. В России горит более полутора тысяч гектаров леса. По данным авиалесоохраны, сейчас тушат 13 лесных пожаров в Забайкале, еврейской автономной области, Хабаровском крае. Уже удалось ликвидировать более ста возгораний, в том числе и в соседней Саратовом, Волгоградской области. Напомним лишний раз о профилактике. Ведущие медицинские организации России и мира опубликовали множество советов, которые помогут сохранить здоровье и замедлить распространение нового коронавируса. Главное оставаться дома, но если вам пришлось выйти на улицу, то необходимо следовать некоторым правилам. Об этом рассказывает заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Социальное дистанцирование, например, если вы все-таки вынуждены выйти за приобретением каких-то продуктов, это стараться держаться подальше друг от друга, не скапливаться в каких-то помещениях. Все, что способствует, все меры, которые способствуют разобщению, здесь применимы и оправданы. Поэтому вот это нужно этому следовать. И плюс тем мерам профилактики, которые мы все уже хорошо знаем, и которые очень актуальны в нынешних условиях. Я имею в виду и мытье рук часто, и обработку рук, промывание носа. Все, что может способствовать удалению накапливающих микроорганизмов, применяйте. Уже такое неосознанное действие, что человек, встречаясь с другим человеком, особенно мужчины, протягивает друг другу руки. Но в данном случае, поскольку контактно-бытовая передача данной инфекции вполне возможна, действительно нужно отказаться от этого, как и от поцелуев. В этой ситуации эта мера абсолютно оправдана. Заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала о правилах, которым необходимо следовать. И риск заболевания значительно снизится. Театр стал еще ближе. Саратовцы теперь могут посетить любое культурное учреждение, в том числе и из столицы, не выходя из дома. И несмотря на то, что все культурные учреждения закрыты, они все равно проводят трансляции в прямом эфире. Для этого используют соцсети и свои официальные сайты. Онлайн вещают самые известные театры Москвы, «Современник», «Александровский театр» и многие другие. О ближайших примерах расскажет Анна Заболуева. Самоизоляцию она решила провести культурно. Театр «Современник» запустил онлайн-проект «Доктор Чехов». Создатели называют его антивирусным. Каждый день в 7 часов вечера по московскому времени актеры театра читают рассказы Антона Чехова. Театралы уже послушали недоброе дело в исполнении Сергея Гармаша. Владислав Ветров прочитал студента. Анна Банщикова рассказ «Длинный язык». Все видео можно посмотреть на официальном сайте «Современника». Радуют своих зрителей онлайн и в Александринском театре. Там продолжают показывать прямые трансляции с двух сцен, основной и новой. К примеру, на последний 31 марта без зрителей сыграют премьерный спектакль «Нана» режиссера Андрея Желдока. Трансляции можно смотреть на официальной странице театра во Вконтакте. После завершения доступны они будут еще 24 часа. «Гоголь-центр» подготовил проект «Гоголь-онлайн». Ретроспектива ждет зрителей на всех интернет-площадках театра. На ютубе, в инстаграме, в фейсбуке и на сайте. Будут показывать архивные спектакли, интервью с актерами, концерты и квартирники. В ютуб-канале «Гоголь-центр» можно также посмотреть фильмы документального проекта «Титаны» Кирилла Серебренникова об Александре Сокурове, Галине Волчек, Олеге Табакове и Марке Захарове. Карантин «Непомеха» показывает спектакли и театру на Таганке. 15 апреля на их официальном сайте пройдет онлайн-премьера постановки Дениса Азарова «Снегурочка» по пьесе Александра Островского. Одна из главных тем спектакля – любовь к современному мире. Также на странице театра во Вконтакте показывают трансляции других спектаклей. Запись потом доступна еще 24 часа в альбоме сообщества. О главном к этому часу все еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Мы с вами прощаемся. Бойте руки почаще и берегите себя. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!